Спрос рождает предложение. Поскольку основными трендами современных корпусов являются прозрачные панели и многоцветная подсветка, производители не скупятся на разнообразные вариации подобных изделий. В этом плане у бренда Винго полный порядок, выбор очень широкий. И даже если у вас в кармане менее 60 долларов, не проблема. Сравнительно доступное шасси Винго Хаус имеет стеклянную боковину, вентилятор и переднюю панель с RGB-подсветкой, а также управляющий контроллер с возможностью увеличить буйство красок. Мы же все это с удовольствием покажем, естественно в обмен на заслуженный лайк. Монохромная коробка выполнена из простого картона с вырезами на торцах для удобства транспортировки. В комплекте мы нашли стойки и разнообразные винты, резиновые втулки для накопителей, стяжки для проводов, а также системный динамик. Главной изюминкой фасада Винго Хаус является широкая полоска из полупрозрачного поликарбоната, под которой прячется RGB-лента. Здесь же находится и кнопка питания с индикатором активности. На верхней панели расположились по два USB 3.0 и 2.0, пара аудиоразъемов, кнопки перезагрузки и управления подсветкой. Передняя часть легко демонтируется, поскольку крепится на привычных защёлках. При установке за ней вентиляторов или СВО эффективность будет ограничена небольшим притоком прохладного воздуха лишь через отверстия на правом торце панели. Верхняя часть Винго Хаус полностью отдана под магнитный легкосъёмный фильтр-сеточку. Сзади корпус имеет привычную компоновку с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом находится 7 слотов расширения, а несколько выше установлена вертушка на выдув с возможностью регулировки положения по высоте. На дне корпуса приютилось вентиляционное отверстие с пылевым фильтром, предназначенное для доступа прохладного воздуха к блоку питания. Фильтр легко снимается, продувается и моется. В наличии две пары пластиковых ножек высотой 24 мм с тоненькими резиновыми накладками. Следовательно, имеем хорошую устойчивость на разных типах поверхности и достаточный приток воздуха для источника. Левая боковина Винго Хаус представлена слегка тонированной стеклянной панелью толщиной 4 мм, которая в разы прочнее и надёжнее хлипкого акрила. Держится она на четырёх металлических винтах с накатанной головкой. В комплекте есть и запасные. Под шляпками находятся мягкие наклейки. Внутренняя часть стекла проклеена по контуру плёнкой, а крепёжные отверстия оснащены демпферами. С противоположной стороны разместилась уже привычная металлическая панель толщиной 0,7 мм с рёбрами жёсткости внутри. Что касается практичности материалов, то матовый металл и пластик хорошо открадывают отпечатки пальцев, а вот стекло требует ухода для сохранения первозданного вида. Корпус Vingo House имеет современный двухсекционный дизайн. В передней части отсутствуют какие-либо стойки, что позволяет устанавливать габаритные комплектующие, упрощает сборку и улучшает продуваемость системы. Материнская плата устанавливается на стандартные 6-мм стойки. Для удобства все отверстия промаркированы. К сожалению, посадочное место под блок питания не оборудовано антивибрационными прокладками. Максимальная длина устройства составляет 210 мм, при этом порядка 40 мм останется для укладки проводов. Vingo House можно установить по паре SSD и HDD. Для двух с половиной дюймовых решений найдется место на поддоне и за ним, а жесткие диски располагаются в поперечной корзине. Последние крепятся обычными винтами с использованием комплектных резиновых втулок, что не позволяет размещать здесь накопители меньшего формата. Заглушки слотов расширения сделаны многоразовыми. Помимо индивидуальных винтов, есть также общая прижимная планка. Она фиксируется винтом с пластиковой накатанной головкой. Без каких-либо ухищрений в корпус поместятся видеокарты длиной до 365 мм и процессорный кулер высотой до 180 мм. К тому же для монтажа последнего на поддоне предусмотрен соответствующий вырез. В передней части есть место для трех 120 или двух 140 мм вентиляторов или радиатора СВО формата вплоть до 240 мм. Под потолком также найдется место для двух 120 или 140 мм Карлсонов, а вот СВО здесь, увы, не поместится. В тыльной части предустановлен один 120 мм RGB пропеллер с постоянной частотой вращения 1400 оборотов в минуту. Он подключен к штатной управляющей плате. Сюда же можно подсоединить еще семь четырехконтактных решений, еще одну светодиодную ленту и четыре трехконтактных пропеллера. Сборка системы внутри Винго Хаос проходит без проблем, но для укладки кабелей понадобится немного больше времени, чем обычно, из-за небольшого пространства в верхней части и за поддоном. Да, если планируешь установить жесткие диски, то рекомендуем делать это до монтажа блока питания, иначе подлезть к корзине с отверткой будет затруднительно. К качеству сборки и жесткости корпуса никаких нареканий не возникло, здесь полный порядок. Сразу после включения готовый ПК встречает симпатичная подсветка вентилятора и передней панели. Для управления иллюминацией предусмотрена кнопка LED на верхней панели. Доступно 9 цветов и несколько режимов работы, включая переливание и мерцание. Чтобы выключить все это буйство красок, достаточно удерживать кнопку LED 3-4 секунды. Корпус Винго Хаос тестировался как в стандартной конфигурации с одним предустановленным 120-мм вентилятором на выдув, так и с добавлением еще одного 140-мм пропеллера на вдув. Диаграмма Old System Load отображает нагрев компонентов после 30 минут теста 3DMark Fire Strike в режиме ультра и разрешении 4К. А System Component Burn демонстрирует температуры после 15 минут нагрузки в AIDA64 и MSI Combustor. Даже в стандартной конфигурации Винго Хаос обеспечивает приемлемые температурные показатели без троттлинга. И это при использовании 8-ядерного 16-поточного процессора с разгоном до 4 ГГц по всем ядрам. Так что с более энергоэффективными комплектующими показатели будут еще ниже. Добавление всего одной вертушки на переднюю панель позволяет отыграть от 1 до 5 градусов в зависимости от режима и компонентов системы. При этом акустический фон оставался на комфортном уровне. Винго Хаос это сравнительно недорогое решение, отвечающее духу современности. Если тебе хочется шасси с большим смотровым окном и RGB-подсветкой, то это оно. Причем здесь используется закаленное стекло, а светится штатный вентилятор и светодиодная лента фасада. Последними управляет контроллер с поддержкой ряда дополнительных устройств. Внутри имеем современный двухсекционный дизайн, поэтому места достаточно для самых габаритных комплектующих. На ключевых позициях расположились легкосъемные пылевые фильтры и даже с одним вытяжным пропеллером компоненты внутри Хаоса чувствуют себя вполне комфортно. При необходимости можно еще снизить температуры, добавив парочку вертушек, благо места хватает. Отсутствие вибропоглощающих прокладок в месте установки источника и малое количество вентиляционных отверстий на передней панели можно легко понять и простить, учитывая цену в 58 долларов. А что ты думаешь о новинке и столь широком распространении разных цветастых свистоплясок? Не поскупись на комментарий и подпишись на наш канал, если будущее IT мира тебе не безразлично.